Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс автора Мерзляк Полонский и Кир под номером 346. Нас просят так расставить скобки, чтобы равенство стало тождеством. Равенство, которое верно при любых значениях входящих в него переменных, называют тождеством. Итак, обратите внимание, что левая часть равенства зависит от переменной х, а правая часть не зависит. Чтобы равенство было верно при любых значениях переменной х, нам нужно, чтобы после приведения подобных слагаемых одночлены, имеющие буквенные части переменную, взаимно уничтожились. Рассмотрим, как у нас может получиться 2. Для этого к 1 нужно прибавить 1, а у нас есть единица, есть минус единица. Как поменять знак перед выражением? Для этого нужно взять его в скобки и перед скобками, чтобы стоял знак минус. Точно так же нам нужно поменять знак у выражения минус 2х, потому что у нас уже есть у первого одночлена минус 2х. Чтобы взаимно уничтожились одночлены, нужно одночлен плюс 2х. У нас такого нету. Поэтому, чтобы у нас поменяли знаки, мы поставим скобки и возьмем в них многочлен х квадрат минус 2х и минус 1. И теперь раскроем и убедимся, что мы сделали правильно. Упростим левую часть равенства. х квадрат минус 2х плюс 1 переписываем. А теперь раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки меняем на противоположный. В скобках у нас перед х квадрат знак не стоит, меняем на противоположный, на минус. Потому что минус стоит всегда. Минус 2х, меняем знак на противоположный, будет плюс 2х. Минус 1, меняем знак на противоположный, будет плюс 1. Приводим подобные слагаемые. Подчеркнем их. Подобными являются такие члены, у которых одинаковая буквенная часть. Минус 2х плюс 2х и плюс 1 и плюс 1. Обратите внимание, что х квадрат и минус х квадрат. Коэффициенты стоят 1 и минус 1. Только их можно не писать. Их сумма, как сумма противоположных чисел, равна 0. Поэтому, когда мы приводим подобные члены, и у них коэффициенты противоположные числа, то их сумма равна 0. Или говорят, что они взаимно уничтожаются. Обычно их просто вычеркивают. Точно так же у минус 2х и плюс 2х коэффициенты противоположные числа, их сумма равна 0. Поэтому эти одночлены взаимно уничтожаются. Вычеркиваем. Минус 2х квадрат и плюс 2х. И остается у нас 1 плюс 1. Это 2. Мы с вами упростили левую часть равенства. Получили 2. Получили значение разности многочленов, которые не зависят от переменной х. Справа у нас тоже 2. Итак, мы получили с вами верное равенство при любом значении переменной. Значит, мы скобки поставили правильно и получили тождество. По цифре 2. Смотрим. Чтобы нам получить минус 2, нам нужно к минус 1 прибавить минус 1. Но у нас есть только плюс 1. Нужно поменять знак на противоположный. Поэтому мы можем поставить скобки и взять в них 2х плюс 1. При раскрытии этих скобок мы получим минус 2х и минус 1. Минус 1 нас устраивает, минус 2х нет. Нам нужно плюс 2х, чтобы взаимно уничтожились. И тогда, как и в первом, мы возьмем скобочки х квадрат минус 2х. Упростим левую часть, раскроем скобки, убедимся, что мы сделали все правильно. х квадрат переписываем. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Меняем знаки на противоположные. Будет минус 2х минус 1. Опять раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Меняем знаки на противоположные в скобках. Будет минус х квадрат плюс 2х. и минус 1. Приводим подобные члены. Опять же у нас х квадрат и минус х квадрат. И мы знаем уже, что они взаимно уничтожатся. Минус 2х плюс 2х тоже взаимно уничтожатся. И минус 1 и минус 1 это получается минус 2. Это мы с вами упростили левую часть. Она не зависит теперь от переменной х. И смотрим, в правой части у нас тоже минус 2. Мы получили с вами верное числовое равенство, которое не зависит от переменной х. Всегда верно. Значит мы расставили скобки правильно и получили тождество. Итак, по цифре 3. Чтобы нам получить 0, смотрим, 1 и минус 1. Взаимно уничтожатся. Замечательно. А вот минус 2х и минус 2х нет. Поэтому ставим скобки. И теперь мы уже знаем и раскрываем. Х квадрат минус 2х плюс 1. Меняем знаки в скобках на противоположные. Будет минус х квадрат плюс 2х. И переписываем минус 1. Ну и все у нас взаимно уничтожается. Подчеркнем подобные члены. И показываем, что они взаимно уничтожатся, вычеркивая их. И в результате мы получаем с вами 0. Это мы упростили левую часть, раскрывая скобки. И смотрим, правая часть у нас тоже равна 0. Итак, мы получили с вами верное числовое равенство, которое вернул при всех значениях переменной х. Значит, мы скобки расставили правильно. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. До новых встреч!